Во вторник прошли крупные митинги по всему Нью-Йорку в поддержку прав на аборты. Мы рассказали об этом в пульсе дня. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину. Документ был внесен в Конгресс еще до начала российского вторжения в Украину в январе этого года. 3 мая законопроект был одобрен большинством голосов Палаты представителей Конгресса, 417 за и 10 против, а до этого законопроект одобрил Сенат. Как сказано в законопроекте, президент США может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России. Этот законопроект будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Во времена Второй мировой войны одним из главных получателей такой помощи был Советский Союз. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты и Байдена за возрождение программы помощи. «Спасибо президенту и американскому народу за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее», говорится в твите на английском языке в официальном аккаунте украинского президента. По словам экспертов, законопроект о ленд-лизе позволит значительно упростить бюрократический процесс, которым обычно сопровождается продажа оружия. В этом случае американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду. Кроме того, закон избавляет Джо Байдена от необходимости обосновывать перед Конгрессом, какие именно вооружения он хочет предоставить в аренду Украине в экстренном порядке. Джо Байден заявил, его беспокоит, что у президента России Владимира Путина нет возможности выхода из войны с Украиной. Он добавил, что попытается принять решение о том, что следует сделать в сложившейся ситуации. Президент США заявил, Путин ошибочно предполагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и Европейского Союза. Вместо этого США и многие европейские государства пришли на помощь Украине. В марте было отбито наступление российских войск на Киев, после этого Россия начала крупномасштабное наступление на востоке Украины, но не добилась значительных успехов. Байден назвал Путина очень расчетливым человеком и отметил, что его беспокоит, что сейчас у Путина нет никакого выхода из сложившегося положения. В США названы лауреаты Пулитцеровской премии – наиболее престижной американской награды в сфере журналистики, которая ежегодно вручается Колумбийским университетам с 1917 года. Награды присуждаются в 22 номинациях. Особого почетного упоминания жюри Пулитцеровской премии удостойны журналисты Украины, которые освещают российское вторжение. Я напомню, 12 работников СМИ были убиты, выполняя свой профессиональный долг в Украине. Наибольшее количество премий среди СМИ получила газета New York Times 3, в том числе в номинациях за раскрытие национальной темы и за раскрытие международной темы. Наиболее престижной номинацией традиционно считается за службу обществу. Ее обладатель получает почетную золотую медаль, которую в этом году получила газета Washington Post за освещение атаки на Капитолий сторонниками президента Дональда Трампа 6 января 2021 года. В номинации за выдающуюся подачу сенсационного материала награждены журналисты газеты Miami Herald, освещавшие крушение высотного дома Champlain Towers. А премию за лучшее расследование получили журналисты газеты Tampa Bay Times, опубликовавшие серию материалов о токсичных отходах на одном из промышленных предприятий Флориды. Задержание бывшей сотрудницы тюрьмы и подозреваемого в убийстве, которому она, как полагают, помогла сбежать из-под стражи, закончилось трагедией. 58-летняя Вики Уайт застрелилась сразу после того, как ее и 38-летнего Кейси Уайта, ее однофамильца, обнаружили и задержали в Индиане. Пара провела в бегах более недели. Кейси Уайт и Вики Уайт задержаны. Это произошло в Эвансвилле, штат Индиана, примерно в 219 милях отсюда. Маршалы США преследовали черный пикап Ford, кажется, это был F-150. И Кейси Уайт был за рулем этого автомобиля. Вики Уайт была пассажиром. Во время погони пикап разбился. Кейси Уайт сдался. Вики Уайт выстрелила в себя и позже скончалась в больнице. Все закончилось так, как мы и предполагали. Преступники пойманы. Беглецов искали по всей стране с 29 апреля, после того, как Вики Уайт, помощница начальника исправительного учреждения в округе Лодердейл, штат Алабама, как полагают, помогла организовать побег Кейси Уайта, ожидавшего суда по делу об убийстве. Вики Уайт сказала коллегам, что забирает заключенного из тюрьмы и везет в здание суда для психиатрической экспертизы, после чего оба они скрылись. Это был последний рабочий день Вики Уайт перед выходом на пенсию. Незадолго до этого она продала свой дом примерно за половину рыночной стоимости и купила машину, которую прятала без номеров в гараже торгового центра. В этой машине их и обнаружили в Индиане. Урок, который усвоил я и который, я думаю, усвоили все, вы не знаете, кому можно доверять. Я полностью доверял Вики Уайт. Она была образцовым сотрудником. Что спровоцировало ее и побудило провернуть такой трюк, я не знаю. Наверное, мы узнаем когда-нибудь. Американский рэпер Янг Таг арестован за участие в деятельности организованного преступного сообщества и рэкетти. Агентство Reuters отмечает, что музыканта и еще 10 человек задержали в его доме в Атланте и поместили в тюрьму. Полицейские сломали стены в коттедже артиста, а также перекопали задний двор. Сообщается, что в деле помимо Янг Таг участвуют еще 27 человек из основанной им банды Янг Слайм. Она орудовала в Атланте с 2012 года и связана с известной американской группировкой Blutz. В обвинительном заключении сказано, что рэпер с другими членами банды занимались рэкетом, убийствами, нападениями, угрозами, грабежами, распространением и продажей запрещенных наркотических средств. Новый закон, поддержанный генеральным прокурором Нью-Йорка, расширит доступ к абортам в штате, особенно для лиц с низким доходом и жителей штатов, где искусственное прерывание беременности будет запрещено. Генеральный прокурор Летиция Джеймс, сенаторы и члены Ассамблеи провели пресс-конференцию, чтобы объявить о программе репродуктивной свободы и справедливости, которая предоставит финансирование поставщикам медицинских услуг и некоммерческим организациям, чтобы помочь расширить доступ к медпомощи. Летиция Джеймс сообщила, что 9% абортов в 2019 году, проведенных в Нью-Йорке, были сделаны по запросу людей из других штатов. Она ожидает, что это число резко возрастет, если дело Роу против Уэйда будет пересмотрено Верховным судом. Законодатели учреждают фонд, за которым будет следить Департамент здравоохранения Нью-Йорка. Эти средства будут направляться не отдельным лицам, а поставщикам услуг по прерыванию беременности и некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на облегчение доступа к абортам. Финансирование направлено на расширение доступа к медицинской помощи, поскольку мы считаем аборт – это медицинская помощь. Все сопутствующие услуги, включая уход за пациентами, также будут оплачены из средств фонда. На аукционе Кристис в Нью-Йорке продали за рекордную сумму портрет Мэрилин Монро, американского художника Энди Орхола. На сайте аукционного дома сказано, что итоговая цена составила более 195 миллионов долларов. Издание Bloomberg отмечает, что портрет Монро стал самым дорогим произведением искусства 20 века, проданным на аукционе. Его приобрел арт-дилер Ларри Гагасян. Выручка от продажи будет направлена в фонд, занимающийся медицинскими и образовательными программами.